Чао, я Игорь Прусов, игрок Средневной Звезды, и сейчас я покажу вам несколько своих фоток из детства. На первой фотографии, когда я был в Академии ФК Краснодара, мне кажется, здесь мне лет 12, поиграл там недолго, и потом из-за того, что брат ушел, мне пришлось только выйти. В общем, все. Не помню, что за игра, но мы играли в Манеже в Краснодаре. Фотка прикольная, смешная. Но первое время, когда я только начинал играть за Краснодар, клуб только основывался и Академия. Я играл первый год, два года играл с братом за 2000 год рождения. Мы были в одной команде, а потом, когда уже появился мой год рождения, я начал играть за своих. На второй фотографии, эта игра была Суперкубок России. Зенит против ЦСКА на стадионе ФК Кубань. Я тогда выводил на поле Игоря Айкенфеева. Я не помню, сколько мне здесь лет было. Максимум 11, наверное. Ну, это первый такой серьезный матч, где мы выводили игроков. И тем более, в то время мне казалось, капитан сборной России и ЦСКА. Очень хороший игрок. Мне это было очень приятно. Но в мечтах-то, конечно, было всегда. Всегда была такая мечта играть на высочайшем уровне и стать профессиональным футболистом. Но в тот момент, просто это была мечта и никаких представлений больше. На третьей фотографии снова я. Снова я. И здесь мне было примерно лет 13-14. Это уже после ухода из Краснодара. Я играл за местную школу с Дюшор номер 5. А потом это с Дюшор объединился с Кубанью вместе, в Академии. Потом просто стала Кубань. Оттуда, но в той команде играл мой брат и я в разных годах рождения. И работал мой отец в этой школе. Какой совет ты бы дал? Не начинать играть в доту. Всегда быть трудолюбивым. И если бы я мог дать себе совет в то время, когда я был молодым, маленьким. Хотя я сейчас не старый, но... Я бы дал себе совет быть трудолюбивым, относиться к делу с любовью и честным быть. Ребята, старайтесь. Талант – это ничего не значит. Самое главное – это трудолюбие и пахать на поле. И все будет. Все будет, но не сразу. Болельщики, приходите на стадион, поддерживайте команду. Приятно, когда приходит очень много болельщиков на стадион. И тем более, когда фанатская трибуна не замолкает. Это очень приятно. И я думаю, подталкивает команду и идти вперед, и играть лучше. Поддерживайте русских и сербов. И «Спартак» в Москву.